Приветствую вас, давайте распорем ваш вопрос. Я не могу построить отношения и быть счастливой. Я хочу надежные отношения с человеком, который уверен, что я лучший вариант для него и не ищет других. Чтобы я не ревновала и не переживала. А у человека же отношения выстраиваются совсем по-другому. Ну, вначале страсти, вначале парень ухаживает за автором вопроса, бегает за ней по ее словам. А потом, значит, у них происходит близость, после которой автор вопроса начинает переживать, и, соответственно, значит, если особенно возникает еще ситуация неопределенности, вот, то есть когда, например, значит, ну, парень там отдаляется или что-то еще, да, вот, то автор вопроса вообще сходит с ума. И автор, получается, ищет такую вот своего рода альтернативу, значит, ну, между, вот, сексом, да, и отношениями. И, соответственно, спрашивает, как ей быть, она хочет остановиться, автор вопроса, и, соответственно, не знает, как это сделать. Ну, вот, ну, в первую очередь, то, что вы описываете, это запрос на психотерапию, во-первых. То есть это... В данном случае совершенно очевидно прослеживается аспект того, что он за неуверенностью в себе, за ревностью вы перекладываете ответственность на парня, как бы говорите вы примерно следующее, что я должна быть уверена в парне, по сути. Ну, по сути, пытаетесь вы это сказать и продемонстрировать. ответственность эта ответственность она полностью лежит на вас. То есть это ваша ответственность. И, например, то, что вы не уверены в себе, допустим, это следствие ваших трудностей, вашего негативного, например, опыта, ваших комплексов и так далее. То есть это вот в данном, ну, в данном случае историю нужно разбирать именно в таком ключе. По сути дела. Вот. Историю нужно разбирать и в ключе вашего поведения, где вы ведете себя так, что человек, ну, как бы должен вас завоевывать. То есть вы в отношениях по факту для того, чтобы доказать, что вы всего-то достойны и что вы всего-то значите. как, в общем-то, вы сами говорите, что изначально отношения вы не воспринимаете как отношения. Вы говорите о том, что ну, изначально вы скептически относитесь к отношениям. И я думаю, что у этого есть свои причины. Я думаю, что причины этого заключаются в первую очередь в том, что вы пытаетесь через отношения все-таки скомпенсировать. Вот. В общем-то, на мой взгляд, это и является основной проблемой и тем, что вам мешает сейчас выстраивать отношения с мужчинами. мешает вам, на мой взгляд, и то, что вы хотите именно в таких вот идеализированных отношениях. Где вы были бы уверены, например, в себе, где вы были бы уверены в другом человеке и так далее. а вы достаточно плохо по вашим же словам переносите неопределенность. И вот плохая такая вот переносимость неопределенность. связана как правило с тем, что человеку сложно себе доверять. То есть, вы себе не доверяете, вы достаточно слабо полагаетесь на себя. Вот. вы пытаетесь положиться на того, который рядом с вами. Пытаетесь с его помощью компенсировать элементы своей неуверенности своих страхов и так далее. Вот. Что является, конечно, деструктивным. путем к достижению цели. вот. То есть, иными словами, вы отношения пытаетесь контролировать. Вот. А отношения это не то, в принципе, что можно контролировать. Вот. Отношения это история, где все происходит в общем-то, ну, скажем так, само собой, да. И попытка контроля здесь, в общем и целом, приводит к серьезным ухудшениям отношений их климата, их составляющей, их содержания. Вот. Сейчас вы не столько хотите именно для человека что-то делать в отношениях, сколько пытаетесь нас пытаться опереть. Да, вот вы пишите, что хочу надежное отношение. То есть, вам не сам человек важен, а вам важна именно вот надежность. А надежность это, ну, вот. В данном случае это про стремление, такое вот, про желание, про потребность что-то компенсировать. конечно же, для этого отношения не подходит, ну, потому что человек ваши проблемы решать, в общем-то, может быть, и может, но не должен. то есть, то есть, он может их решить, а может и нет. Вот. Из-за этого неопределенность. Дальше. Значит, вот, сначала парень бегает за мной и пытается угодиться таким способом. Да, то есть, здесь вы, ну, по факту, здесь вы пытаетесь себе, вот, как бы, ну, доказать, как бы, вы достойны, что вы, ну, что вы востребованы. Вот. И, парень здесь это делает. Ну, для вас. Вот. Но, момент-то в чем? Момент в том, главный момент в том, что, что вы здесь выступаете, как приз. Вы приз. И отношение к вам, соответственно, такое же, как к призу. Вот. Ну, естественно, что, ничего хорошего из этого в итоге не получается. Дальше. У нас интересное общение на все темы. Говорят, насколько я интересный, особенно, вот, то, по сути, то, то, чего вы ищете, ищете, вы и получаете. Да? Ну, получается. Вот. То есть, вы выстраиваете отношения с теми мужчинами, которые будут, во-первых, за вами бегать. Вот. Во-вторых, вы выстраиваете отношения с мужчинами, такие, которые могут использовать в, ну, вот, в своем лексиконе, так скажем, да? формулировки, которые вы описываете, например. Вот. И, соответственно, это вам, конечно же, начало. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Продолжение следует...